Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жарнакова представляет Певец родной природы, 150 лет со дня рождения Михаила Пришвина Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с великими сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти, охранять их надо открывать и показывать. Для рыбы нужна чистая вода, будем охранять наши водоемы. В лесах-степях, горах разные ценные животные, будем охранять наши леса, степи, горы. Рыбе вода, птице воздух, зверю лес, степь, горы. И охранять природу значит охранять родину. Михаил Пришвин Вся жизнь Михаила Михайловича Пришвина была посвящена природе и связана с ней. Он любил лес и все живое. Михаил Михайлович был уже очень старым человеком, а все равно мог уйти далеко в лес и бродить там с утра до вечера. То с корзинкой для грибов, то с ружьем и охотничьей собакой, и уж непременно со своей записной книжкой. Пришвин так любил и понимал лес, что даже в обыкновенной заячьей капустке видел интересное. Под жарким солнцем она закрылась, а к дождю раскрылась, чтобы и больше дождинок перепало. Как будто она разумное существо. Михаил Пришвин специально для детей писал немного. Его нельзя назвать детским писателем, но очень высоко ценил литературу для детей. Самая высокая литература, которая может доставить величайшее эстетическое наслаждение и взрослым – это есть детская литература. И многое из написанного Пришвином вошло в золотой фонд детской литературы. Он признавался – писать для детей нелегко. Надо быть очень простым, ни в чем, однако, не изменяя своему мастерству. Михаил Пришвин появился на свет 4 февраля 1873 года в Орловской губернии в имении Хрущева-Левшина, принадлежавшем ранее его дедушке, очень богатому, знатному купцу. Его мать Мария Ивановна была приверженцей старообрядческой веры, отличалась тихим, спокойным нравом и занималась домом и воспитанием пятерых детей. Отца Михаила Дмитриевича знали, как заядлого игрока, на скачках и страстного охотника. Начальное образование Миша получил в простой деревенской школе. Через год, в 1883 году, он поступил в Елецкую классическую гимназию. В отличие от своих преуспевающих братьев, учился он слабо и несколько раз оставался на второй год. Кроме того, у него был конфликтный характер, что приводило к ссорам с учителями. В результате, в 1889 году, по прошествии шести лет, Михаил все еще оставался четвероклассником. Было принято решение об исключении его из школы. После этого Михаила отправили в Тюмень, к бездетному дяде со стороны матери. Дядюшка Миша был купцом, человеком слова и дела, поэтому он решительно взялся за перевоспитание племянника. Под его контролем пришленно кончил Тюменское Александровское реальное училище. По совету того же дяди, решившего приобщить Михаила к коммерции, юноша поступил в Рижский политехникум. Во время учебы он увлекся идеями марксизма и вступил в студенческий кружок, за что получил год ареста и два года ссылки. После всех злоключений Михаилу в 1902 году наконец удалось получить профессию инженера-землеустроителя в Лейпскидском университете. После этого последовало возвращение в Россию и женитьба на Ефросине Павловне. В этом первом браке у Пришвина родилось трое детей. Вплоть до 1905 года Пришвин работал на должности агронома в Луге. В это же время он начал писать заметки и статьи с научным уклоном, постепенно делая переход к художественному направлению. Первый его рассказ «Сашок» был издан уже в 1906 году. Под впечатлением от первого успеха Пришвин принимает решение все свое время посвящать творчеству. Он прекращает агрономическую деятельность и становится корреспондентом газеты. Но любовь к природе не дает начинающему писателю покоя, и он отправляется в путешествие на север. В результате этой поездки на берегах Северного Ледовитого океана и Белого моря появились его рассказы и сказки о природе. В течение всего периода потрясений, вызванных Первой мировой войной, революцией и гражданской войной, Пришвин работал военным корреспондентом. Он с глубокой достоверностью описывал все, что происходило на фронте. После войны он устроился учителем в сельскую школу. Внезапное увлечение автомобилями подвигло его к покупке собственного фургона, на котором он снова отправился в путешествие. В начале 1930-х годов Пришвин решил посетить Дальний Восток. Там он написал книгу «Дорогие звери». Впечатленный строительством Беломора Балтийского канала, Михаил Михайлович пишет роман-сказку о сударе Водорога. В 1935 году он вместе с сыном совершил еще одну поездку на север. После этого длительного путешествия появились очерки «Перендеева чаша» и повесть-сказка «Корабельная чаша». В 1940 году, в возрасте 67 лет, Пришвина посетила любовь. Он женился на Валерии Леарко, которая до конца дней была ему верной помощницей, другом и музой. Впоследствии она много времени посвятила архивам писателя, издала несколько книг о его жизни и творчестве и много лет руководила музеем Пришвина. Его знаменитая повесть «Кладовое солнце» увидела свет в 1945 году. С 1946 по 1953 годы писатель жил и работал на своей летней даче в деревне Дунино, расположенной в Звенигородском районе Московской области. Сейчас там функционирует музей Пришвина. «Кладовое солнце» по жанру определена самим Пришвиным, как сказка «Быль». В ней повествуются о двух детях, осиротевших в военное время. Главная тема произведения – дружба и взаимовыручка. Символичны в сказке образы врага, которого олицетворяет неуловимый волк, и друга, верной и преданной собаки, принявшей участие в спасении мальчика. Также, как и в других произведениях, Пришвин большое внимание уделяет неразрывной связи человека с природой, искусно прорисовывая мельчайшие детали, понятные детям даже на интуитивном уровне. В рассказе «Берестяная трубочка» звучит призыв автора проявлять внимание к природе, относиться к ней так же, как к любому другому живому существу, что ярко показано на примере березы, сорванной берестой. Несмотря на объем, этот маленький, легкий для чтения рассказ несет в себе огромный поучительный смысл. Повесть «Женьшень» была написана Пришвиным после посещения Урала и Дальнего Востока. Название произведения соответствует его теме – поиску человеком корня жизни. Несмотря на то, что значительная часть повествования посвящена описаниям природы, в ней также присутствует тема войны, смерти, поиска смысла жизни. Исходя из этого, произведение можно рассматривать как философскую сказку о человеке и о его пути от войны до новой, лучшей жизни людей на Земле. Неизвестно, что сделал бы в своей жизни Пришвин, если бы он остался агрономом. Во всяком случае, он вряд ли открыл бы миллионам людей русскую природу, как мир тончайшей и светлой поэзии. На это у него просто не хватило бы времени. Если внимательно прочесть все написанное Пришвиным, то остается убеждение – он не успел рассказать нам и сотой доли того, что превосходно видел и знал. Сказанное Пришвиным, нужно выписывать в заметные тетрадки, перечитывать, открывая все новые ценности в каждой строке. Уходя в его книги, как мы уходим по едва заветным тропинкам в дремучий лес с его разговором ключей и благоуханием трав, погружаясь в разнообразные мысли и состояния, свойственные этому чистому разуму и сердцем человеку. Спасибо за просмотр! Видеопрезентацию подготовила Буярская Евгения, библиотекарь Октябрьской библиотеки номер 2 имени Николая Жернакова. Буярская Евгения